доброе утро очень хорошая торговая сессия одна из немногих которая нам принесла более 2000 процентов при большой большом плече которые мы использовали сейчас я вам покажу вот в разделе сообщества можете увидеть наши новости и за горе нашу торговлю сейчас покажу вот то есть я закрыл 1539 сейчас вам покажу 1539 это в районе вот где-то здесь вот в этом районе цена еще пошла не намного не намного вверх как 4 процента в принципе это неплохо но опять она опустилась и мы получили бы еще на максимум допустим если не проспать два с половиной процента в принципе на умножая на 100 это больше 200 процентов еще плюс но уже это ночь и здесь контролировать движение я допустим не могу и уже хотелось спать тем более сейчас я вижу что все болеют и лучше не жадничать как я говорю и вот получили две тысячи процентов супер это и тх и сейчас покажу и бтк до вот 49 я закрыл где-то 48 но в этом общем районе там начал подниматься я вам расскажу несколько таких важных вещей когда идет вам цены и как вообще что что делать также расскажу если вы находитесь в минусе но зашли допустим в невыгодном положении где-то вот здесь я вам расскажу на своем примере я зашел вот видите вот эта линия я зашел здесь каким образом у меня так получилось я шортил здесь и по шорту я тоже выставлял сколько мы на шорте ли в то время вот шорт етх это етх ну в общем смысл такой что я успешно шортил достаточно на ну много 4 процента 5 процентов на это был шорт на где-то около 8 x то есть нормальный стоит 200 процентов депозиту я мог добыть далее я здесь включил лонг и цена выросла на 1 и 5 процентов но одно такое движение лепой мою и но в плане я не поставил стоп лосс цена выросла я в принципе успокоился и цена начала падать стремительно падать падать и так она не добралась до моей позиции уже как вы видите три дня до где-то вот два дня у меня уже было был нормальный такой минус и если вы посмотрите всю историю его если у вас такой же минус он долго длится я вам расскажу как выйти в плюс потому что я отсюда будучи здесь на фьючерсах я вышел в плюс как я но вы знаете да можно усредняться я выждал самую низкую цены я не усреднялся здесь я не усреднялся здесь потому что он не видел скажем так точки разворота я не усреднялся в этой в этом уровне я усреднился на 44 где-то вот здесь вот я усреднился на 44 и с 54 у меня цена сразу оказалась где-то в районе 48 47 тысяч вот где-то в этом районе то есть я усреднился при где-то x2 то есть при моем депозите я умножил на 2 и оказался вот в этом в этом в этом уровне правильно x2 или x3 x 1 по моему x2 и поставил вот маржа я почему скажем так не беспокоился за то что она идет вниз и я понимал что есть уровни которые тяжело и пройти пробить биткоину и какой как я говорил в прошлых видео если вы видели если нет то посмотрите торговля на фьючерсах для новичков моя торговая стратегия что я рассказываю в этом видео я по сути видят движение цены да вы тут допустим тупанули жестко и цена пошла вниз 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 если у вас маржа 500 долларов или тысячи долларов на фьючерсах при x даже 5 или x10 это уже большой будет минус поэтому в балансе у вас конечно же для подстраховки должна быть крупная сумма но обычно я даже такие суммы не ставлю при таких x ну при таком плече поскольку можно заработать и тихо спокойно вот тысяча тысяча как вы видели процентов можно заработать даже там с 10 долларов приличную сумму в плане за день не я не говорю что это вот мы заработали все обеспечили нет за день 10 20 долларов плече 100 это я считаю офигенно много будет за один день второго поэтому когда у вас есть минус и вы нервничаете у вас должна быть маржа небольшая для того чтобы вы могли а потом правильно усредниться я вот как раз в этом в этом не знаю и ложным пробой был в этом ложном пробое я усреднился и ждал просто когда вам дойдет до достаточно 48 но есть еще одно но вот эти проценты понятное не получил 5500 процентов и не получил когда скажем вышел в плюс этом получил несколько процентов давайте посмотрим мы где-то до 2 процента при x8 это 16 процентов всего лишь у нас есть разные аккаунты и на этом аккаунте где мы разгоняем депозит с одного доллара вот мы понятно тоже не ставили большую маржу и вообще у нас не было такой цели чтобы знать за раз заработать больше чем ты зарабатываешь за месяц то есть у нас есть торговая стратегия которой мы придерживаемся вот и когда правильно мы видим движение цены и можно просто усредняться то есть на ней внизу тоже еще одна из таких подсказок когда цена вот вы сделал взяли зашли здесь в лонг цена допустим по вытану повышается вверх здесь она начинает у вас как бы останавливаться здесь можно усредниться половину ну то есть у x2 то есть у вас депозит 10 вы ставите 20 депозит и вы находитесь уже выше этой точки но это позволяет вам заработать два раза больше потом уже когда цена пойдет вверх вот цена идет вверх и и здесь когда начинает падать цена вы опять усредняетесь и оказываетесь где-то в пол середине здесь понятно что нужно будет ставить стоп лосс для того чтобы хотя бы остаться в плюсе если вдруг цена пойдет вот как вы здесь вот вы могли усредниться но цена пошла вниз 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 здесь вы усредняетесь и цена идет опять вверх потом здесь вы когда видите уже движение вроде как вниз вы ждете самого низа и усредняетесь еще раз и оказываетесь посередине между там этим усреднением и этим посередине цены и и таким образом вы не рискуя большим депозитом начиная допустим даже с 10 долларов при большом плече вы можете увеличить депозита в раз два три x то есть это будет у вас 20 долларов потом 40 долларов и 80 долларов у вас будет 80 долларов при x100 которые отсюда допустим до сюда могут принести вам пять процентов 80 на умножаем на 100 это 400 процентов депозит то есть у вас уже было бы на счету больше 300 процентов 300 долларов но опять это если разворачивается движение цены вверх потому что если цена еще не дошла вниз вот то тут либо вы должны будете шортить вот это движение вообще как бы я не торговал бы здесь вот это хорошее движение шорта это хорошее движение шорт здесь вот вот это то что происходило тут выбивала здесь можно просто не торговать здесь тоже вы видите линию красную где тоже поступал выбивала стопы сто процентов и кто-то остался в без убытки вот и она резко пошло тоже вверх вот в общем я сказал две полезные вещи вам и я добавлю что большие плечи ставить не нужно поскольку вы можете потерять поверьте а тише едешь дальше будешь ставьте небольшие плечи если вы уже торгуете и и нужно вам видеть движение цены вот по поводу моего по поводу моего этого самого анализа цены мне кажется что что-то у меня не сохранилось но это неважно здесь 17 00 1 марта когда у нас пампится цена то все вот эти графики и все остальное там какие-то маркеры движение цены мы можем как бы увидеть их сейчас на час посмотрим мы можем их увидеть но вот когда мы думаем что цена пойдет вниз до вот этого предела потом еще раз вниз а потом отсюда вы должны отскочить это все действует когда не пампится цена если пампится цена все вообще идет ну там тарары то есть по них паника да вот как будто паника как не успеть купить вход на рынок покупают покупают вот поэтому прогнозы они отчасти но получается статические динамические поэтому вы должны научиться видеть цены научиться видеть цену вот здесь допустим на интерьерами все получилось вообще крайне идеально поскольку я начал торговать поскольку мне биткоин был в минусе я начал торговать интерьером и здесь когда я выдавал прогноз здесь просто получилось как бы идеально мы пробили зона поддержки 1388 потом я там делал тоже зоны поддержки для себя чтобы понять до сколько цена может опуститься вот она выросла до сколько она может опуститься вот она может опуститься до этого предела она практически опустилась я здесь чуть ниже здесь стал ставил стоп лосс дальше цена пошла выше и еще выше здесь я тоже поставил стоп лосс где-то в этом районе но цена пропампилась мы пробили точку поддержки 1452 потом я посмотрел что мы вторгуясь в этом районе тоже поставил примерно стоп лосс в этом пределе но поскольку мне уже было около 900 процентов вот в этих пределах я решил для себя все-таки поставить стоп лосс вышла выросла 1564 я поставил стоп лосс в районе сейчас 1520 1539 да да где-то в этом районе 1539 вот в этом районе меня сейчас здесь раз вот здесь вот где-то меня выбило ну в общем я получил свои 1000 процентов цена еще отскочила от моей моего закрытия 4 процента и торгуется в районе 269 и что можно сказать по прогнозу давайте посмотрим теперь по прогнозу прогнозу на дне как бы у нас такое уже идет движение вверх я так сказал еще не закончили мы движение вверх на 4 часа мы можем если ну судя по вот графику и все остальное мы можем еще еще но но это много я думаю мы можем движение сделать все-таки корректирующие вниз здесь у нас вроде как должны были быть продажи давайте давайте это удалю теперь мне это только отвлекает в таких понимаете когда цена уже доходит до своего верха вот здесь вот мы видим вот вот эту зону она в принципе касается своего такого вот здесь находятся лонгисты да вот здесь лонгисты находится вот здесь здесь и они скажем так когда будет цена все выше и выше идти они будут скорее всего выходить те которые небольшие суммы там брали потому что ну все как и я допустим по биткоину цена у меня была сейчас я долго ждал когда я выйду в плюс вот где отсюда я долго ждал в принципе прошло семь дней семь дней я ждал когда цена выйдет в плюс я правильно усреднился и что тут в принципе ждать можно было выходить потому что здесь понятно маржа уже большая и при малейшем движении вниз я опять бы оказался в минусе вот как вот здесь вот раз цена я бы пошла вниз тоже такое вот делал давай ложный пробой вот этой зоны в общем поэтому я считаю что будет еще тяжело пройти вот этот уровень вот этот хотя на 15 минутах мы можем получить движение вот такое вверх на 15 минутах но на 4-х минутах ой на 4-х на 4-х часах я бы все-таки я бы все-таки если мы допустим оказались бы здесь я думаю что мы бы все равно вернулись вот к этой зоне вот к этой зоне а отсюда мы может и чуть-чуть ну спустились вниз а потом отсюда уже возможно движение вверх но это не точно вот я в таких ситуациях когда или или не очень люблю торговать вот здесь вот офигенно получилось мы увидели движение вверх зашли заработали и все замечательно по биткоину то же самое практически такой же график как и ну давайте так у интериума такой же график как и у биткоина вот только он пробил быстрее свой низ не пробил а дошел до своего низа тут тоже смотрите я думаю что может цена спуститься до вот этого уровня в 47 400 так вот ну в общем она будет касаться вот этого уровня и может вот этого уровня давайте это все удалим вот получается что мы можем либо застрять на уровне 51 728 либо на 47 640 но если посмотреть на свечу дневную то и посмотреть прошлое коррекционное движение да то мы можем еще двигаться как я говорю еще до 51 800 пробивая этот уровень вот и опускаясь вот как здесь вот мы можем опуститься еще ниже вот этой зоны и двигаться к зоне 39 600 вот вот хотя хотя это повод прошлому графику надо смотреть все все сейчас очень тщательно смотреть на 4 часа на неделе как она закрывается поскольку вроде бы как по объемам покупок объемы нормальные да люди заходят покупают но по каким-то там маркером да я бы видел там небольшой рост еще раз снижение на неделе но это такое 50 на 50 смотря какие-то новости смотря что будет по остальным криптовалютам я может быть такой марафон потом сделаю всем криптовалютам рассмотрим вот и попробуем привода при угадать цену да предугадать цену вот поэтому поэтому еще раз на 15 минутах мы вроде как растем на минуте это не интересно сейчас на час вроде как тоже движение идет все-таки сюда на час на 4 часа движение вниз идет но я же говорю что может не коснемся это 51600 и коснемся 47264 первые мы можем коснуться первые мы можем коснуться на 15 на 15 а тут непонятно на 15 минутах я бы сказал что будет такое движение а потом уже идти наверное сюда потом потом вот сюда может потом как-то сюда но я бы здесь не торговал вот здесь вот вы если посмотрели видео вовремя и поторговали вот здесь вот вот сок вот этот сок круто собрали по максимуму по максимуму собрали 16% или если проспали собрали 13% все успешный трейд все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо за то что пишите в комментариях и досматриваете видео до конца буду стараться делать еще что-то интересное и пишите тоже ваши пожелания конструктивно те кто ставит какие-то дизлайки тоже пишите что не так поскольку самая важная цель у всех это сделать профит сделать плюс и неважно как бы я считаю может быть там какое-то локальное снижение цены когда вы смотрите прогноз вот там увидите там вот я сделал прогноз движение там вверх да но пока он там до верха дойдет может упасть и вы найдете в каком-то минусе это совершенно нормально это совершенно нормально и вот для себя я тоже делал такие вот пометки когда торговал что вот цена по всем маркерам поэтому идет вроде как она должна пробить сюда или если тут будет в общем пошла вверх потому что памят и в таком такой ситуации когда какие-то новости включаются пампинг и все остальное прогнозы могут быть не ну как бы не стопроцентными да мы опустились вот видите вот опустились только вот через какое-то время через несколько часов уже мы опустились в эту зону и оказались на уровне этой зоны потому что она тут и должна была оказаться но мы сделали такое движение вверх то есть пампинг понимаете короче говоря учитесь учитесь и вы будете зарабатывать больше чем сейчас теряете всем спасибо всем пока